В Жилфонде сложившуюся ситуацию объясняют нежеланием людей платить за коммунальные услуги. Но в СГК парируют. Даже если собрать 100% задолженности населения, этих денег не хватит, чтобы покрыть долг перед ними. При этом управляющая компания должна и другим ресурсоснабжающим организациям. ГУК Жилфонд показывает, что по управляющей компании, комфортбитсервис, дебютовская задолженность населения, это актив должника, составляет 109 миллионов. При этом он показывает, что требования кредиторов составляют 285 миллионов. То есть мы видим, что дебютовская задолженность далеко не покрывает требования кредиторов. И тем более, по данным нашего бухгалтерского отчета, только наша задолженность комфортбитсервиса перед компанией СГК составляет не 285, а 475 миллионов. В отношении оплаты за тепловую энергию это все относится на самый последний период. То есть и в связи с чем у нас посроченная задолженность составляла более 6 месяцев. В Жилфонде также говорят, обращение ресурсоснабжающих организаций в суд и принудительное списание денег в счет задолженности привело к блокированию счета компании. Согласно требованиям закона о банкротстве, в случае, если погашение задолженности перед одним из кредиторов лишает должника возможности расплачиваться с другими кредиторами, то должник обязан обратиться в суд для признания себя банкротом. Данные действия и были совершены управляющими компаниями. За взаимоотношениями ресурсоснабжающих и управляющих компаний пристально следят в администрации Красноярска. Власти заявляют, что установили контроль за прохождением платежей и теперь деньги за оказанные услуги причисляются в срок. За своевременное начало отопительного сезона жители могут не волноваться, отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. В соответствии с российским законодательством устанавливается контроль за прохождением платежей, которые мы, как граждане, оплачиваем за жилищно-коммунальные услуги и обеспечивается государственный контроль, предусмотренный государством, за тем, чтобы эти деньги дошли до ресурсоснабжающих организаций, что является принципиально важным сейчас на этапе подготовки к отопительному сезону. Поэтому, с моей точки зрения, это только повысит качество контроля со стороны ресурсоснабжающих организаций, со стороны органов местного самоправления за подготовкой и под дальнейшим прохождением отопительного сезона. При этом эксперты отмечают, сложная ситуация – не причина для жителей, чтобы отказаться от платежей. Коммунальные услуги, то есть горячую и холодную воду и водоотведение, они продолжают получать, а значит и оплачивать их обязаны. В то же время общественники говорят, уже есть опыт других управляющих компаний, прошедших через процедуру банкротства, и жителям надо быть внимательными. Все управляющие компании, которые у нас проходили через стадию банкротства, они, несмотря на то, что обязаны выполнять и требования договора управления, и требования действующего законодательства, они это выполняли по остаточному принципу. Основной функцией для них было все-таки перечисление долгов кредиторам, и все остальное уже шло во вторую очередь. Также специалисты объясняют намерения о банкротстве и, собственно, банкротства. Понятия неравнозначные. Возможно, судом в жилфонде будет назначен конкурсный управляющий, который наведет порядок и погасит долги. Тогда компания сможет снова продолжать работу на рынке жилищно-коммунальных услуг. Анна Московских, Александр Ермошенко, Артем Струговец. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова